Уважаемые товарищи, начинаем работу наших парламентских слушаний. Позвольте еще раз высказать слова благодарности всем, кто в преддверии наших слушаний работал над организацией прекрасной выставки. Мне думается, правильные говорили слова участники выставки депутата Государственной Думы, представители министерства, ведомства, что подобного мощного системного показа уникального богатства наших лесов в Думе еще не было. Поэтому мы вместе с министром лесного хозяйства, заместителем министра природных ресурсов, природопользования и экологии Иваном Владимировичем Валентиком, всеми товарищами, кто находится в президиуме, вас благодарим. Вас благодарим за инициативу, за то, что вы сохранили те хорошие островки, на базе которых можно самым серьезным образом развить большую работу по использованию даров лесных. Уважаемые товарищи, тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, она имеет огромное значение, и экономическое, и социальное, да я бы сюда добавил и духовное. Поскольку лес, лесные богатства очень здорово влияют на менталитет, на духовность нашего народа, любовь к лесной поляне, к капушке лесной, к лесу. Это особое чувство, на котором у огромного количества людей нашей страны держится патриотическое начало, любовь к родине в целом. Декоративные растения, это особый, конечно, кладезь, грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения, недревесные ресурсы. Выручали не только народы Дальнего Востока, Сибири, Севера, Центральной России, Северо-Запада, но в целом, в целом наше население. И когда-то, нам с вами хорошо известно, лесные богатства были основой, основой тепла, основой пищи для наших граждан. Об этих богатствах, конечно, ходят легенды, но мы с вами тоже понимаем, в чем ценность этих богатств. Это экологическая, чистая пищевая продукция, востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Это обилие и богатство витаминов. И когда мы сегодня проводим анализ и видим, как мы используем с вами эти ресурсы, то, конечно, возникает вопрос, почему эти богатства мы так слабо используем. Когда мы смотрим эксплуатационные запасы, биологические запасы, мы видим, что проценты использования, мы уже в графиках вынуждены от эксплуатационных запасов, даже не затрагивая биологические возможности наших лесных массивов, приводим цифры с тем, чтобы хоть как-то они там выходили на 3-5% по различным видам, доходили там, допустим, до кедрового ореха 8%. А если это все к биологическим возможностям наших лесных богатств, пищевых ресурсов, то эти проценты падают еще в 2 раза и уходят на уровне 1,5%, около 1%. Но даже вот это небольшое использование, даже это небольшое использование, небольшой экспорт, который сегодня есть у нас, этих пищевых ресурсов, та переработка, которая сегодня есть, и то, в принципе, дает по нашей статистике, которая опять-таки, значит, такая слабенькая, и то 4 миллиарда рублей. А если все это развернуть на систему использования, ну, хотя бы на уровне 50%, не 1%, а 50%, то мы тогда увидим сотни миллиардов средств, которые могут помочь нашим людям не выживать, а жить в сельской местности, в лесной местности, на Дальнем Востоке, Сибири и прочее, прочее. Сегодня наши руководители порой ищут, как завлечь людей, как остановить отток с Дальнего Востока, Сибири, Северов. Вот так называемые вчера на комитете, одном из комитетов Государственной Думы рассматривался вопрос этого Дальневосточного гектара. Ну, за то, чтобы комплексно решать вопросы. Почему раньше ехали на север, в Сибирь люди? Потому что знали, что в этих городах, в обустроенных поселках будет хорошая квартира, хорошие условия, хорошая заработная плата, внимание государства, и есть возможность и в отпуск съездить, и даже не один раз. И не только нефтяникам, но и оленеводам. Сегодня ищем отъехтар пресловутый, который как бы заставит людей взяться за дело. Давайте мы возродим вот эти уникальные возможности нашей страны, и тогда люди будут оставаться. Давайте дадим возможность использовать те богатства, которые сегодня пропадают. И тогда будет другая совершенно целесообразность, в том числе и у куренного населения, у тех, кто сегодня живет, работает в этих трудных условиях. Вчера не случайно представители депутатского корпуса Якутии сказали, принимайте этот закон, но исключите ради бога Якутию из этого. Это голос с мест. Они не хотят, чтобы в частную собственность уходила, в том числе и с 2018 года, возвращенная людям всему народу, наша лесная территория, лесные богатства и недра. Они видят, что там не повлияет это на улучшение ситуации, кроме как всевозможному хищению и разбазариванию ресурсов. Уважаемый товарищ, когда мы смотрим работу наших регионов, регионов, мы посмотрели в том числе и по федеральным округам. Мы видим здесь также неравномерную систему воспользования лесных богатств. В передовиках у нас ходят здесь Приморский, Хабаровский край, но если посмотреть, что у нас всего 2 миллиона, всего не из миллиарда 200 миллионов гектар используется через договорную систему при добыче пищевых, лекарственных ресурсов. Всего 2 миллиона гектар, 300, по-моему, 45 или 48, или где-то 345, пусть в среднем, всего договоров на использование вот этих даров нашей страны, то мы видим, конечно, это совершенно недостаточно, в том числе даже и для передовиков. Понятно, почему это происходит, почему так случилось, где просвет и где прорыв? Когда мы сравниваем и говорим вот с небольшим экскурсом в историю, что пик вот использования лесных даров был в 80-е годы. Сегодня многие ведь здесь почему? Потому что сами или жили в лесных деревнях, или, значит, родственники, и работали, и так далее. Мне тоже вот пришлось так на мещере в Рязани вырасти и начинать работать там. Да, конечно, и грибы, и ягоды, и орехи. И все это было с детства, как говорится, достоянием, чтобы проходить сюда, проходи, проходи. Торгово-промышленный палат. Давай, 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 иди сюда, проходи. И в каждом лесхозе, во всяком случае, в каждом лесхозе за год контора имела свои базы. И грибы солили, и сушили, и морсы, и варенье, и джемы, и повидлы. Все непосредственно сдача была на месте. Люди зарабатывали приличные деньги, очень приличные деньги. За год конторы получали красные знамена Центрального комитета партии. Объемы были сумасшедшие. Сейчас потреб кооперации уничтожили, за год конторы уничтожили. Появились перерабатывающие небольшие цеха, или на этих базах, или новые базы. Но когда, если заготовитель собрал не для собственных нужд, а сдал на это предприятие ту продукцию, которую он собрал, в виде орехов, ягод и так далее, все тут же работники правоохранительных органов стремятся быстрее браслета на руки повесить. И не только тому, кто сдал, но и этому предпринимателю, кто это перерабатывает. Но понятно, что это вот законодательная такая диспропорция, и несовершенство, оно мешает. Оно мешает, и мы это сегодня четко должны закрепить, закрепить понятие с тем, чтобы оперативно разрешить в законодательном плане эту диспропорцию, создать систему, мер, которая бы позволила снять эти путы с наших людей, кто желает сегодня использовать вот эти дары природы не только для собственных нужд. Опыта у нас на различных других видах использования лесных богатства есть большой. Можно использовать заявительный принцип, трехкопеечные эти самые, значит, как в охоте гектары стоимость используется, и так далее, и так далее. Договорные какие-то системы, чтобы работали, но одним словом, мы обязаны системно эту часть отработать в законодательном плане, чтобы у нас все было нормально. Чтобы у нас все было нормально. Надо стимулировать ситуацию. Надо стимулировать ситуацию, чтобы эти дары природные были доступны для нашего населения. Чтобы мы могли торговать на экспорт этими уникальными видами продукции. Вот здесь на выставке, когда показали, что там из ореха, кедрового 20 с лишним видов продукции делают, и они ведь, эта продукция уникальна, и люди здесь вот и желают и купить, и как бы это увидеть в магазинах, и так далее, и так далее. Да, конечно, если не решить проблемы и восстановление сегодня тех заготовительных систем, тех предпринимательских структур, которые бы, ну, живут сегодня в лесных деревнях, мы знаем, во-первых, несколько раз меньше, чем жило людей. И бабульки, и дедушки, и прочее, прочее, чтобы везти куда-то продукцию, это бесполезно. А если создать систему, приехали, собрали, и заказали, и так далее, и так далее, то есть эта система могла бы очень серьезно заработать. Но это реальные, реальные деньги. Сегодня я знаю примеры, как и вы все. Но когда идет лисичка, допустим, в центральной части, здесь у нас гриб, он достаточно очень востребован за рубежом. Значит, 2-3 человека могут за сезон, в течение месяца заработать и на телевизор, и на холодильник. У рядового скупщика, который обманывает этих людей, кто заготавливает эти грибы, и тем не менее это хватает. У нас безработица сегодня в сельской местности одуренная, в лесной местности то же самое. Давайте снимать, давайте развивать это все, давайте создавать систему. Потому что, если даже решить законодательно, без целого механизма, который позволит состыковать все и вся, чтобы заработала в целом система использования лесных богатств. Не получится, не получится, если не будут те структуры, если не будет поддержки соответствующей для этих структур, а будет наоборот желание любого активного предпринимателя, человека, как говорится, придавливать большими какими-то платами и так далее, и так далее. Это не годится. Уважаемые товарищи, безусловно, мы целую череду того несовершенства, которое сегодня есть, должны изменить и в нормативно-правовое, и в хозяйственном механизме. Конечно, большая роль, мы считаем, здесь принадлежит регионам. Вот все, что касается нормотворчества, здесь, да, федеральный центр, наше министерство, но что касается вот непосредственно решать вопросы организационные, технологические на местах, уделять губернаторам, министрам, нашим региональным этому вопросу значение, мы просто должны побудить это, побудить все вместе, побудить все вместе ответственных товарищей к тому, чтобы ситуация менялась. Ситуация менялась. Если говорить в целом о проблемах, которые есть в лесу, я, может быть, отметил бы еще 3-4 вопроса, которые, безусловно, неразрывно связаны с использованием даров лесных и пищевых, и лекарственных, и недревесных наших богатств, ресурсов. Не только ведь используют их человек, вот эти ягоды, и грибы, и орехи, и прочее, прочее. Сколько нашего вот животного биоразнообразия, которые только используют лесные в этом плане богатства. Да и не только те дикие животные. И часто использовались, и использоваться должны эти богатства и для крупнорогатого скота, и другого скота, который есть у населения. Это и тот же лапник хвойный, использовался, и полезно использовались. Те кормовые угодья, которыми богаты наши лесные земли и фонд. Это все является общим нашим достоянием, и мы на этом направлении должны активно работать и менять ситуацию. Но, конечно, все это меняется в хорошем смысле на общем положительном фоне, на общей динамике в отношении к нашим лесным богатствам, и не только вот этим нетрадиционным, но и главное, все, что касается главного достояния леса, это древесного нашего, его использования соответствующего. Главным бичом для общего полезного использования наших лесных богатств являются, конечно, пожары. Вот начинается пожарный сезон, и все стоят на ушах. От министров, региональных руководителей до самых высоких рангов руководителей. Беда большая. Почему? Потому что подразогнали народ, лесоохрану, авиаохрану, на одного человека под 100 тысяч гектар нагрузка нашего лесника. И попробуйте на этой площади справиться вот с той задачей, с той бедой, которая наваливается наш лесный богатств. Брошенные 40 миллионов гектар вокруг лесных земель, сельскохозяйственной земли. Там бурьян сплошной. Чуть подсохло. Пацанва или кто-то, или природное явление. Опять загорелось, опять пошло. Вот в том году, вы знаете, смертные случаи. Сколько в Хакасии людей погибло. Потом восстанавливаем это все. Безусловно, все, что связано не только с пожарами, мы должны менять ситуацию, механизм, восстанавливать нашу охранную структуру, создавать единый центр, который бы убрал эту разобщенность на этом направлении. Потому что за земли сельхозназначения, где эти детонаторы заложены, отвечает Министерство сельского хозяйства. За что-то Министерство по чрезвычайным ситуациям, за что-то Рослесхоз, за что-то регион. И вот, как говорится, у семьи нянек бывает порой дитя без глаза, так и здесь. Мы вот считаем, что нужно создавать единый центр в борьбе с природными этими страшными явлениями в лесу. Как это есть в Канаде, как это есть в Китае и в других странах, и активно в этом плане работают. Потому что, когда проходят большие массивы пожаром, то там не найдешь потом и гриба несколько лет, и ягод, и всего остального. Это всем тоже хорошо известно. Это всем хорошо известно. Лесовосстановление. Здесь тоже у нас с вами есть над чем работать. Мы потеряли в десятки раз производство посадочного материала. Вот начали работать с селекционными центрами, но сейчас снова в этом плане все и с кризисом есть определенные затиши. То есть, все разработано, вся политика в этом плане нам понятна, сколько производить посадочного материала тоже понятно, каких пород тоже и видов понятно. А дело на этом направлении страдает. А в других странах сегодня, вот там культивируется как раз дикороса в тех же Соединенных Штатах Америки. У нас тоже есть тут определенные прорывы по некоторым видам. И черника, и голубика, и другие вопросы решаются, значит, вместе с нашей лесной наукой, нашей генетикой, селекционером. И на этом направлении тоже есть небольшой опыт, и он должен развиваться. И на тех же выработанных торфяниках, и на других площадях более системные и более продуктивные виды заводить. Это тоже всем нам достаточно понятно. Что касается систем лесоустройства, кадастрового учета, все это рядом стоит. И мы эти тоже проблемы знаем. Когда у нас были леса с оценкой 30-ти летней давности, но попробуйте сделать тот лесной план, попробуйте промониторить и оценить дикоросы, если мы основную продукцию не можем, как говорится, оценить. Все это, повторяю, опять-таки, взаимовязано. Хозяйничали долгое время в лесу вот те силы, которые мы называем черными лесорубами, серые всевозможные схемы. Мы потеряли очень много лесов и на северо-западе, и на Дальнем Востоке. Уходили и уходят еще миллионы кубов леса, кругляка, за гроши, за рубеж. Без всякого учета. Воровские схемы работают. Опять вопрос. Вопрос и контроля, и учета, и так далее, и так далее. Мы, вот, не изменив в целом ситуацию, так и будем иметь сегодня отрасль глубоко убыточную. Мы никак не можем даже выйти на то, чтобы была работа на уровне нулевой. Получаем там эти 73-75 миллиардов, и даже не можем за счет платежей выйти на этот уровень, к сожалению. А нам надо, повторяю, менять ситуацию, чтобы экономика у нас была соответствующей. Не так давно третий по прибыли был лесной комплекс в нашей стране. И возможность такая действительно у нас сегодня есть. повторяю, у нас сегодня и в комитете, и в Рослесхозе нет непонятных на этом направлении вещей. Мы приняли ряд базовых законов, чтобы изменить эту ситуацию, тревожную, о которых о чем я говорил. Вот 415 закон, вы его хорошо знаете. Этот закон системно меняет в лесном кодексе все, что касается учета и контроля. В том числе в административный кодекс самое серьезное изменение внес. Учет, если говорить о таких уникальных древостоях, как там кедровник или что-то в этом плане, каждое дерево берется под учет, обязаны брать под учет учет в лесной делянке, соответствующие документы, перевоз, договор, опять соответствующие документы, создана служба федеральная, которая ведет весь этот учет, нарушаешь, нет соответствующих документов, конфискация, уголовные дела, это все сегодня начинает срабатывать, начинает срабатывать, я убежден, год-два с правоприменительной хорошей практикой этот закон, мы многое на этом направлении изменим. 27-й федеральный закон, мы восстановили по существу сегодня те муниципальные государственные учреждения, в виде лесхоза, которые в состоянии профессионально защищать наши леса от вредителей, болезней и так далее, и так далее. это базовый большой закон, мы его подкрепили в этом году 455-м законом, продлив систему мер или разработав систему мер по дальнейшей защите, по дальнейшей защите наших лесных богатств, арендные отношения, мы также выстроили и договоры аренды, очень большая была работа проделана министерством, комитетом с тем, чтобы эту большую работу сделать на направлениях особо охраняемых природных территориях. Одним словом, создан сегодня целый каскад вот таких системных законов, которые нам позволяют уверенно смотреть в перспективу с тем, что мы в состоянии изменить ситуацию и экономическую, и все, что касается коррупционных серых схем, черных лесорубов, дать движение, сделать побуждение к переработке, потому что приняты были после государственного совета выездного в Бурятии, когда президент лично занимался этими проблемами, в этом плане мы много сегодня имеем с точки зрения лесной политики, с точки зрения государственной политики и стратегического развития до 30-го года этой отрасли. В этом направлении у нас есть уверенность, что и дальше мы будем самым активным образом менять ситуацию к лучшему. Я повторяю, что это направление лесных недревесных богатств, пищевых, лекарственных, это направление особое. Это направление особое. И мы сегодня должны все четко понять, что пришло время, и мы снова доросли своими желаниями, своим пониманием к тому, что эти богатства надо использовать. Надо использовать не только, повторяю, коренным, малочисленным народом, не только народом с севера, или кто живет непосредственно в этой таежной местности, а для всего народа, и использовать это в экономическом плане. Мы сегодня с вами пообсуждаем эту тему, послушаем друг друга, обязательно примем рекомендации соответствующие. и выработаем те меры, и те предложения, и для правительства Российской Федерации, и для Государственной Думы, которые лягут в основу и нового закона проекта, расшивающего эти вопросы, и того хозяйственного комплекса, который также поможет нам в реализации разработанного и убежден принятого вскоре этого закона. Я хочу вот в этом плане пожелать нам всем удачи, успехов, а вам еще раз говорю слова благодарности и спасибо за ту работу, за ту активность, с которой вы побудили депутатское сообщество к тому, чтобы этой проблемой заняться всерьез и самым активным образом. Вам спасибо и самое доброе пожелание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ХОТЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...